добро пожаловать друзья на канал инвест хакинг с вами снова я антон и это ваш ежедневный крипто обзор сегодня мы как всегда начнем с графика биткоина посмотрим на некоторые другие графики главных криптовалют коротко о интересном проекте который работает с криптовалютами мое внимание него обратил наш старый подписчик сергей старый смысле один из ранних не смысле старый ну и мы конечно продолжим разговаривать на основную тему этого лета эта тема nfc и как вот на этой картинке я буду продолжать скармливать вам контент про nfc тем более поговорив вчера с ребятами в чате я понял что существует действительно информационный вакуум на эту тему не так много групп каналов говорят о nfc на просторах русского ютуба что вполне интересно и но об этом чуть позже давайте давайте начнем по графику а до nfc дойдем чуть позже то что может кому то не интересно чего я буду их держать кстати да еще попробуем наверное другой формат потому что вы заметили что видео выходят все позже позже это связано с интернетом очень медленный интернет и времени естественно на подготовку в общем все вместе я наверно попробую записывать видео вечером поздним вечером своим и таким образом вы сможете увидеть их уже допустим днем себя или там утром и таким образом как бы да информация может быть будет немножечко запаздывать на несколько часов но зато видео вы будете смотреть раньше ну в общем попробуем потому что мне самому тоже неудобно что я знаю что все ждете виде на некоторые ложатся спать не дождавшись в общем будем искать решение начнем мы как всегда с графика биткоина и я помню что вчера был такой красный день да мы просели на четыре с половиной процента я вообще даже это как-то просто пропустил потому что сам залипал в open sea и twitter и дискорд и смотрел какие там выходят новые насти проекты но знаю что было достаточно много паники и все говорили о коррекции что она необходима что многие умные люди говорят что да вот уже скоро случится эта коррекция наверное те самые умные люди которые ждали похода на 20000 тем не менее сегодня точнее даже вчера или сегодня но может сегодня у нас случился тот самый крест про который я говорил 21 дневная мы пробила 200 дневную и даже 200 дневная продолжает подниматься так что в принципе я думаю что nature is healing да как говорится природа исцеляется и мы все-таки продолжаем устанавливать тренд на рост если и будет просадка то я думаю что она будет крайне небольшая крайне быстро больная просто ликвидировать всех лангистов с перегруженными плечами и после этого идти вперед вчера уже кто-то скидывал свои ликвидации по доту по моему поэтому ну печально просто жалко терять свои деньги на таких сравнительно небольших просадках по меркам криптовалюты когда мы находимся в восходящем тренде и нет по мне так нет никаких предпосылок говорить вам что это был было был топ и мы отправляемся вниз я думаю что возможно пройдет какая-то небольшая коррекция но мы увидим новые хаи уже в этом году потому что потому что деньги печатаются и их надо куда-то девать держать их в долларах не имеет никакого смысла поэтому растут акции поэтому растет даже золото и растет биткоин сколько кстати золота у нас сегодня не растет не получилось у него пробить тренд но я думаю что 1778 удержит золото и она пойдет вверх какие-то здесь события у нас по золоту 25 августа можно будет почитать посмотреть я думаю что за что доллар продолжит слабнуть и альтернативы доллару начнут расти доминация битка отскакивает потихонечку потихонечку пытается пробить 44 и 8 и следующим будет 45 психологическая отметка и я думаю что пойдет вверх биткоин будет аутпеформить альты есть альткоины которые конечно покажут хорошие результаты такие как например элис да ее залистили на нескольких биржах тлм то есть похоже что возвращается хр похоже что возвращается наш гейм гейм нарратива на гейм тренд и даже супер наш отскакивает быстрее битка мы видим что некоторые битки возможно доминация продолжит падать в принципе если альты естественно будут отскакивать быстрее чем биток эфир правда пока притормаживает не смог закрепиться за отметкой 0.066 в целом массы настроены все еще жадно и готовы покупать покупать по любым ценам и конечно можно было бы их немножко остудить но 73 это все-таки 93 есть еще место для роста продукт на который обратил внимание серёжа это shopping.io и в штатах можно покупать товары из амазона ebay walmart и прочих магазинов с использованием криптовалют очень удобно есть родные токены spi gspi которые не холдером которые дают специальные скидки дают специальные плюшки и так далее так далее интересный проект я думаю что если вы живете в штатах вам стоит обратить на него внимание и тогда можно по сути он партнеры shiba shout out shiba да ну в общем если вы живете в штатах и у вас большие крипто инвестиции то возможно это было бы хорошим решением для вас чтобы не переходить не выходить в фиат а просто покупать товары на свои крипто валюты ну и плавно от покупок на переходим к нфти виза виза news не просто купили нфти крипто панка а поставили его на аватарку то есть практически используют по назначению мне кажется это круто и я думаю что будет иметь резонанс и мне даже есть такое ощущение что мне кажется что нфти сфера перегрета просто потому что я не варюсь я слушаю мэллио трейдс который берет интервью людей которые флипают и на фишки зарабатывают миллионы там те же board apes и какие-то у джи в твиттере они зарабатывают очень хорошие очень большие деньги буквально за несколько некоторые даже дней недель но уж месяцев и понятно но похоже что нфти тренд далеко не перегрет посмотрите он даже не достиг google трендс поиски не достигла пика марта а еще только-только тренд приближается к своему пику и значение 66 по сравнению сотни это совсем даже не серьезно и потенциал для роста есть еще очень и очень большой поэтому может быть я поторопился списывать со счетов нфти тренд возможно он продолжит еще расти и развиваться и вчера я вскочил в уходящий поезд куал я их не минтил я их купил по 0.3 потому что по 0.22 уже раскупили 0.3 это было пол это был пол и я практически с пола подобрал этих двух куал мне кажется это самые такие обычные какие-то скучные куалы которые вообще есть из всех посмотрите что здесь происходит какие-то татуировки лазеры бриллианты маски у меня просто обычные короны у меня обычные две квалы но пол тем не менее уже поднялся до 0.46 получается 50 процентов я на каждой квали сделал но я пока не буду продавать посмотрю как будет развиваться этот тренд может быть они повторят судьбу пингвинов и уйду до несколько эфиров конечно куал я держать до до конца своих дней не собираюсь попытаюсь их флипнуть быстренькие там не знаю 1 2 икса и выходим будем искать что-то более более солидное более интересное к сожалению не успел купить board kernel club да то есть этих собачек которые давали обезьянам поначалу надеюсь что мутации они будут не нужны вот мне насыпали шиба шабу точнее тауна и не стали называть их шиба тауна назвали шабу таун шиба и я участвовал в пресейле в дискорде и мне насыпали моих 10 шиб что интересно что у них 15 тысяч подписчиков дискорде понятно что они нагоняли их всякими там гивэвэями и так далее реальных людей там существенно меньше но всех шиб не раскупили может быть потому что было сложно заполнять форму отправлять кто-то не доверяет такой теме и я не могу их за это винить я разобрался отправил вот своих шиб получил оставшихся шиб будут распродавать для всех желающих через 23 часа 36 минут то есть завтра смотрите где-то получается в районе 7 по москве да ну лучше проверьте зайдите на этот сайт и они вам покажут паблик сейл и интересные будут шибы и такие из редкие уникальные и не очень редкие не очень уникальные в общем всякие разные сладенькие интересные шибы и будет у них судя по всему игра метаверс такая может чем-то похожая на покемонов или чем-то похожая на на animal crossing в общем мне кажется что проект интересный но пожалуйста изучите сами прежде чем залезать в любой проект коротко и по делу мне кажется что мне еще показать вам из своих нфти шек вот есть минт пас который я таки купил за 4 1 эфира в наш чате скидал когда он стоил два с половиной интересный проект посмотрим как это выстрелит там фишка в том что ты его сначала держишь ты можешь его в любой момент как после релиза поменять на самого мета hero но можешь и не менять да то есть ты можешь удержать и соответственно будет интересно посмотреть как цена будут расти у самого мета паса потому что если ты его не открыл соответственно там может быть какой-то супер редкий я думаю что не открытый минт пасы тоже будут очень и очень цены это также как не открытые коробки с покемонами до 1 эдишна если знаете о чем я говорю и а тем кто просто держит эти минт пасы будут идти дропы редких героев ну на этом друзья мои короткий выпуск погода портится пока еще нормально завтра не знаю сегодня попытаюсь побыстрее загрузить это видео чтобы вы его увидели а вечером подготовлю и уже поставлю грузиться на ночь я думаю что уж за ночь это загрузится всем спасибо за внимание не берите на себя больше риска чем можете себе позволить получаете удовольствие от того чем вы занимаетесь лучше не тратите нервы с улыбкой не знаю изучайте какие-то nfc проекты и кстати да вот я хотел вам еще показать не почему-то ними не появились еще в моем профиле но я купил старый проект сейчас посмотрим показали до крипто кал это старый nfc проект еще 18 19 года тоже нашлись они не увидел в твиттере что пошли их скупать и увидел что у них поднимается пол пошла активность и я думаю что как только они верифицируются то есть пройдет обычно верифицирует опенси когда перешагиваем через 100 эфиров я думаю что скоро трейдинг волю перейдет через 100 эфиров и тогда мы увидим дополнительный всплеск интерес к этим замечательным стареньким коровкам даже если никто их не захочет покупать все равно это круто иметь nfc с историей кстати еще про nfc с историей шить я хотел закруглиться и тут вспомнил сейчас совсем коротко покажу вам мункет да мункет это тоже очень старые nfc и посмотрите как у них сейчас пошла активность уже цена пола я даже здесь написано 0.98 но я даже думаю что выше да по сути 1.1 и посмотрите как выстрелила у них активность просто с нуля практически пошли огромное количество сейлов и про мункет я тоже говорил раньше я думаю что это цена это далеко не предел все спасибо заканчиваю увидимся завтра пока а